Возьмём два конденсатора и измерим их ёмкости с помощью мультиметра. Ёмкость одного из них равна 334 нФ, а другого — 344 нФ. А теперь соединим конденсаторы параллельно. Ёмкость получившейся батареи равна 678 нФ. Получается, что при параллельном соединении конденсаторов их ёмкости складываются. При параллельном соединении напряжение на обоих конденсаторах одинаково, поэтому заряды конденсаторов пропорциональны их ёмкостям. Полный заряд батареи равен сумме зарядов конденсаторов. Ёмкость конденсатора — это коэффициент пропорциональности между зарядом и напряжением, поэтому при параллельном соединении ёмкости конденсаторов складываются. Теперь соединим те же самые конденсаторы последовательно и измерим ёмкость получившейся цепочки. Мультиметр показывает 170 нФ, примерно в два раза меньше, чем ёмкость каждого конденсатора. Как же ёмкость цепочки выражается через ёмкости конденсаторов? Когда мы подаём напряжение на цепочку из двух конденсаторов, на внешних обкладках появляются равные по величине и противоположные по знаку заряды. Такие же заряды наводятся и на внутренних обкладках. Напряжение на каждом конденсаторе равно заряду, поделённому на ёмкость этого конденсатора, а сумма этих напряжений равна напряжению источника. Но ведь напряжение У равно заряду Ку, поделённому на ёмкость цепочки С, которую мы хотим найти. Получается, что при последовательном соединении конденсаторов складываются величины, обратные ёмкостям, и ёмкость цепочки будет меньше ёмкости каждого из конденсаторов. Сравнивая формулы расчёта ёмкости и сопротивлений, мы видим, что формулы для параллельного соединения ёмкостей аналогичны формуле для последовательного соединения сопротивлений. И наоборот, формулы для последовательного соединения ёмкостей аналогичны формуле для параллельного соединения сопротивлений. Почему так получается, вы можете теперь объяснить сами и рассказать об этом в комментариях к этому ролику на ютубе. Редактор субтитров А.Сёмкин